Администрация города Кургана информирует о том, что на территории муниципальных кладбищ областного центра проведена противоклещевая обработка. Работы выполнены на кладбищах по проспекту Машиностроителей в микрорайонах Черемухова, Смолино, Зайкова, Глинки, Шепоткова, Храпова, а также в районе Галкинского переезда. С 4 по 5 октября противоклещевая обработка запланирована на кладбищах в микрорайонах Зайкова по улице Зауральской и Рябкова по улице Черняховского. Администрация города обращает внимание жителей города Кургана на то, что в течение трех дней после окорицидной обработки следует ограничить посещение кладбищ. Дата проведения работ может измениться из-за погодных условий. В Курганской области к сети интернет подключены все 227 населенных пунктов, где проживают от 250 до 500 человек. На этом завершается первый этап программы по устранению цифрового неравенства в регионе. Со следующего года начнется второй этап. Федеральная программа по устранению цифрового неравенства предполагает, что небольшие поселения получают оптиковолоконную линию и в деревне или в селе появляется точка всеобщего доступа Wi-Fi. На втором этапе проекта к интернету должны подключаться территории, где проживают от 100 до 500 человек. Таких в Курганской области 547. Проект на втором этапе предполагает не только доступ в сеть. Если в поселении, куда проводят оптоволоконную линию, нет сотовой связи, то там должна появиться вышка мобильного оператора. В Мехонской средней школе Шатровского района завершили капитальный ремонт. Возможность учиться в комфортных условиях получили около 260 детей. На ремонт школы было направлено 12 миллионов рублей. Обновлены кровля и фасад здания, цоколь и крыльца ЭВК-выходов. Полностью заменена электропроводка и приборы внутреннего и наружного освещения. Теперь в школе тепло, светло и уютно. Ученики Мехонской школы получили в этом году еще один подарок. В сентябре здесь открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование». Теперь дети осваивают новые знания и умения по предметам технологии, информатика и ОБЖ на современном оборудовании. Недалеко от поселка Придорожный в Китовском районе волонтеры высадили несколько тысяч саженцев сосны в форме геоглифа. Примерно через 15 лет, когда деревья станут большими, то с высоты птичьего полета можно будет прочесть надпись «75 лет победы». Таким образом, Курганская область приняла участие во всероссийской экологической акции «Сохраним лес», которая впервые прошла во Владивостоке и уже захлестнула почти все города России. Обычно саженцы высаживают ровными полосами. Лесники в Курганской области сами предложили сделать зеленое послание будущему поколению. Этот геоглиф будет уже вторым в Курганской области. Первый посадили в Звериноголовском районе в 1970 году в виде надписи «Ленину 100». Студент Курганского промышленного техникума Данил Бологов стал бронзовым призером финала конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» Уральского федерального округа в номинации «Лучший токай универсал». Состязания проходили в Челябинске, в них приняли участие студенты из Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Молодые профессионалы продемонстрировали свои знания и умения в области металлообработки, инженерной графики и материаловедения, а также в изготовлении сложной детали. Практическое задание конкурсанты выполняли на современном оборудовании. Проект «Славим человека труда» — комплекс инициатив, направленных на изменение ситуации на рынке труда. Он включает в себя конкурс профессионального мастерства, Общероссийский фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда», а также образовательный проект «Лаборатория профессии». В этом году правительство Курганской области и Министерство спорта Российской Федерации заключили соглашение о реализации регионального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Одним из объектов, который попал в данный проект, стал стадион «Спартак» в городе Далматова. Было принято решение полностью поменять покрытие футбольного поля, сделав его искусственным, а также проложить новые легкотлетические дорожки. По результатам обследования технического состояния стадиона «Спартак», дополнительно за счет средств Далматовского района планируется провести косметический ремонт по трибуны помещений — это две раздевалки, судейская и инвентарная комнаты, а также ремонт летних душевых кабин и туалетов. Все работы планируют закончить к 1 ноября этого года. В Заурале открылись три новые модельных библиотеки. Обновленные библиотеки распахнули свои двери в Кургане, Шадринске и селе Белозерском. Обновленные помещения встречают своих гостей оригинальным оформлением пространства, новым библиотечным фондом с современным компьютерным и интерактивным оборудованием, а также комфортной мебелью. Все три библиотеки победители федерального конкурса и получатели гранта. Наряду с федеральным финансированием, полученным по нацпроекту «Культура», на такие объекты средства выделяют муниципальные и областные бюджеты.